Приветствую вас, зрители, подписчики и друзья! Кирилл Ржевский снова с вами! И наконец-то, наконец-то я открываю новую рубрику на своем канале под названием «Читаю комментарии пользователей YouTube». Да, давно я планировал открыть, создать данную рубрику, но все, не было времени. Времени было мало, и теперь оно у меня появилось. Появилась свободная минутка, и я посвящаю ее вам и данной рубрике. Ну что же, ну что же, ну что же. Изначально я хотел назвать данную рубрику, читаю хорошие и плохие комментарии, но я подумал и понял, что комментарии бывают не только хорошие и плохие, но и такие комментарии, которые не относятся ни к тем, ни к другим, то есть ни к хорошим, ни к плохим. Это такие комментарии, в которых люди задают какие-то вопросы, на которые требуется какой-то утвердительный ответ. И я, собственно, буду делать так. У меня будет один плейлист под названием «Читаю комментарии пользователей YouTube». Разумеется, комментарии я буду читать именно под своими видео, под видео, которые записал именно я, ни комментарии, которые оставляют к другим блогерам, я читать их не буду, именно под своими видео. В основном это будут комментарии под моими видео уроками. Под некоторыми видео уроками оставляют довольно-таки эпичные комментарии, вам будет очень интересно, поэтому не уходите и оставайтесь здесь. У меня будет один плейлист, и я буду подразделять видео на серии. Допустим, одна серия у меня будет посвящена «Читаю только хорошие комментарии», «Только хорошие комментарии». Вторая серия у меня будет посвящена «Читаю только плохие комментарии». Третья серия у меня будет посвящена «Читаю и хорошие, и плохие комментарии». То есть вот так получится. И четвертая серия у меня будет посвящена «Читаю комментарии, не относящиеся ни к хорошим, ни к плохим». Но я это как-то более коротко назову, я сам там подумаю. То есть это будут какие-то вопросы, которые задают мне люди, и на которые нужен утвердительный ответ. Вот, собственно, вот такая будет у меня рубрика. Да, ребята, эта рубрика не новость, она распространена довольно-таки у многих других блогеров, но, тем не менее, она интересная, и я решил открыть ее у себя на канале. Потому что давно уже хотел сделать что-то новое, помимо видеоуроков, прохождений и всякого подобного. Как часто будет выходить она, я не знаю, все зависит от моего свободного времени. Поэтому просто ждите и надейтесь. Я буду выпускать по мере возможности. Ну что же, начнем первое видео по рубрике «Читаю комментарии пользователей YouTube». Это первое видео будет посвящено именно хорошим комментариям, вот, под моим первым видеоуроком. Если те, кто смотрел мой первый видеоурок, те знают. Этот видеоурок называется «Что делать, если ваш процессор компьютера загружен на 100%?» Как это исправить? Собственно, вот он у вас появился сейчас на экране. Вот, под ним я буду сейчас читать именно хорошие комментарии. И сразу вам, ребята, скажу, что в основном я буду читать комментарии именно под видеоуроками. Поскольку они больше всего просматриваются и под ними больше всего оставляют комментарии. Вот, собственно, я сейчас буду их читать. А в конце я вам сделаю такое небольшое отступление. Собственно, кто мне немножко помог с созданием данной рубрики. Вот. Ну что же, давайте начнем. Вот, комментарии будут появляться у вас на экране. Вы будете их видеть. Ну, а я буду их читать. Ну что же, давайте, собственно, начнем. И у нас первый комментарий. Пишет нам Иннокентий First Best. Сразу вам говорю то, что это давнешние комментарии. Они были оставлены еще в 2016 году, когда я только начинал рубрику видеоуроков. Поэтому я прочту. Красавчик. Спасибо, помогло. Ты царь, лайки. И тут у него допущена ошибка. Но в ошибках я лингвист. Я всегда замечаю ошибки, связанные с орфографией. Вот. И у себя их тоже замечаю. И то, что у него по углу написано, я обращать внимание на это не буду. Но то, что тебе, Иннокентий, данное видео помогло, спасибо тебе, что написал, что отписался в комментарии, что тебе помогло мое видео, и что ты исправил ошибку. Давайте читать дальше. Пишет у нас Дима Чандр... Ой, извиняюсь. Пишет у нас FuryanPlay. Молодец, спасибо, помог. Я рад. Я счастлив, что я тебе помог, FuryanPlay. Почаще оставляю такие хорошие комментарии. Дальше. Пишет у нас Максим Репин. Спасибо, Кирилл, помогло. Пожалуйста, пожалуйста, Максим. Обращайся, если понадобится. Дальше. Комментарий оставил... Бер... Ой, извиняюсь, если сейчас прочту неправильно. Берди Бек. Большой спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, Берди Бек. И прости, если я прочитал неправильно твое имя. Ну, или псевдоним. Итак, далее. Пишет нам Кирилл Смолин. СПС, бро. ПЖЛ. ПЖЛ тебе, бро. Итак, далее. Пишет нам Индеец Ченнел. Канал Индейца. Спасибо, помогло. На здоровье. На здоровье, чтобы все у тебя было хорошо. Далее. Нам оставил комментарий. Спасибо, ты просто топ. Пожалуйста. Пожалуйста, Гейминг Макс. Ну, или Максим. Следующий комментарий у нас оставляет Зе Блок Сейр. Кирилл, извиняюсь, но просто огромное спасибо. Спасибо. И я так рад сейчас 5%. Я, конечно, скажу тебе на здоровье, блок Сейр 99, но я немножко не понял твою, как сказать, почему ты написал 5%. То есть я помог тебе только на 5%. А, то есть я понял, я понял, прошу прощения, ты имел в виду, что у тебя стал процессор, теперь загружен только на 5% со 100%. Все, я понял. Итак, далее. Я всегда оцениваю хорошие комментарии, где мне благодарят. Вот. Собственно, так вот. Итак, далее. Пишет у нас Channel TGH. Со 100% до 20%. Изи. Вот. Многим людям помогал. Вот. Я рад, что тебе эта программа помогла, которую я предоставил в первом своем видеоуроке. И поэтому мы надвигаемся дальше. Сергей Карпинский. Или Карпинский, если прочитал неправильно, прошу прощения. И вправду помогла за одну секунду. Спасибо. На здоровье. Главное, чтобы в дальнейшем у тебя не было никаких проблем с компьютером, Сергей. Поэтому мы переходим дальше. Нам оставляет комментарий IDOTV. И оставляет он нам комментарий на английском языке. То есть на русском языке, но английскими буквами. Спасибо очень. Я... Ой, спасибо очень. Я уже собрался помянуть Windows. Ты мне помог. Лайк, подписка. Я счастлив, что я предотвратил поминку твоей системы. IDOTV. Поэтому... На здоровье. На здоровье тебе. Далее. Пишет нам Хамзат Не-Иев. Или Не-Иев. Я, опять же, прошу прощения, если бы я читал неправильный фамилий. Здорово. Смотрел видео и программу скачал и установил. Сделал все как надо. Помогло на славу. Отличная программа. Отличная программа. Класс. Спасибо огромное. Я счастлив, что тебе понравилась эта программа. Я счастлив, что тебе она помогла. На здоровье. Хамзат. Так. Далее. Антонио. Пишет нам Антонио Скотс. Спасибо, братан. У меня процессор вылез. Орал. Спасибо. Спасибо. У меня со 100% упало до 14%, до 25% ЕТО. Молодец. Я рад, что тебе помогла эта программа. Спасибо за то, что ты меня поблагодарил. И давай, чтобы у тебя в дальнейшем все было хорошо. Мистер Антонио Скотс. Итак, мы читаем дальше. Пишет нам Ryzen. Оставил он нам довольно-таки уже большой комментарий. И мы с вами сейчас его прочтем. Спасибо. Помог. Поставил i5 летом. Он, наверное, имеет в виду Intel Core i5 процессор. Норм работал. Неделю назад все жутко лагать начало. Процессор на 100% загружен. Все. SVC Host грузил. Отключил его. Это автообновление Windows. Все поработало норм. Часа 3. Потом опять 100%. Посмотрел видос. Установил прогул. Все пробит. Теперь выше 50% не поднимается. Спасибо. Лайк и подписка. Я счастлив, Ryzen, что ты довольно-таки объемный комментарий оставил. Благодарности. Я счастлив, что ты приобрел такой довольно-таки перспективный процессор Intel Core i5. Желаю тебе в дальнейшем удачи и успехов. С данным процессором. И чтобы у тебя процессор работал хорошо. И отлично. Мы переходим к следующему комментарию, который мне оставил Вадим Усатенко. Или Усатенко. Опять же, я извиняюсь, если читаю неправильно. Спасибо, чел. Чел. Помоглось меня лайк. И тебе спасибо за лайк. И на здоровье. То, что я тебе помог. И то, что ты решил данную проблему. Вадим. Пишет нам комментарий Дек Мил. Ты самый лучший. Спасибо большое. А я винду хотел сносить. Пожалуйста. И я рад, что я предотвратил снос твоей винды. И успехов тебе в дальнейшем, мистер Дек Мил. Далее. Пишет нам Незер Шоу. Чувак выручил. Спасибо. Лайк плюс пот. Он имеет ввиду подписка. Я счастлив. Я счастлив, что я помог справиться тебе с данной проблемой. И то, что программа эта. Как я помню, это была программа Biz Game Booster. По-моему, если не ошибаюсь. Помогла справиться тебе с нагрузкой твоего процессора на 100%. Чтобы у тебя в дальнейшем все было хоро-шоу. Мистер Незер Шоу. Итак, далее. Опять нам пишет TGH Channel. Наверное, это его второй комментарий. Е-рок работает. Лайк подписка. Вот. Я счастлив, что все у тебя работает. Что ничего у тебя не нагружено. И продолжай в том же духе. На здоровье тебе. Итак, далее. Пишет нам Zitz Pro. Пролилипутов. Пролилипутов. Прошу прощения, если я неправильно прочел. СПС чувак. Пипец мозг парил ЦП. Пи-эс. Отличное видео. Я рад, что ты справился с этой ошибкой. Что ты ее исправил, мистер Zitz. Поэтому удачи тебе в дальнейших твоих делах. Итак, далее. Комментарий нам оставляет Данила Горбачевич. Или Горбачевич. Опять же, я извиняюсь, что если неправильно прочитал. Достаточно неплохо. Креативный ты парень. Продолжаю. Спасибо за оценку моих видео. И моей подачи. Удачи и тебе тоже, Данила, в твоих начинаниях, в твоих делах и всем прочим. Вот. Ну что же, друзья. А на этом мы пока с вами остановимся. Хороших комментариев оставили довольно-таки немало человек. Я счастлив, что я всем этим людям помог. Что все они меня поблагодарили. И, собственно, вот в таком плане будут проходить теперь видеоролики, связанные с рубрикой комментариев. Я хочу поблагодарить одного человека, благодаря которому я узнал, как мне, собственно, делать скриншоты. Скриншоты этих комментариев. И сейчас комментарии этого человека появятся у вас на экранах. Пишет нам Павел Булгаков. То есть Пашенди Пацанячик. You're the best. Собственно, именно этот человек помог мне в плане скриншотов. Он мне подсказал, как мне лучше сделать скриншоты. Комментариев. Вот. Потому что до этого я был в затруднении. Как мне делать скриншоты. Вот. Но он мне помог, и поэтому спасибо ему. Наверняка он сейчас смотрит данное видео. Поэтому удачи тебе Пашенди. Все, друзья. Первое видео в рубрике «Читаю комментарии пользователей YouTube». А именно «Читаю хорошие комментарии» завершено. Следующее видео я посвящу уже плохим комментариям. Там уже будет поинтереснее. Ведь это видео было довольно-таки на расслабончике. Поэтому ждите, не пропустите новых видео. По этой и другим тематикам на моем канале. Ну что же. С вами был Кирилл Ржевский. Разумеется, оставляйте свои комментарии под этим видео. Как вам новая рубрика, понравилась она вам или не понравилась. Что вы думаете по этому поводу. Пишите, пишите свое мнение. Также оценивайте данное видео, поставив лайк, если вам понравилось. Или дизлайк, если вам не понравилось. Я приму любую критику. И опять же будет про что записать новые видео. Читаю комментарии пользователей YouTube. Спасибо всем за просмотр. Всем, ребята, я желаю огромнейшей удачи. И пока. Увидимся.